Всем привет! И с вами я, Михаил Шилов Автор проектов www.budushin.ru www.blog.ru www.blog.ru www.makevara.ru Часто мне задают один и тот же вопрос Вопрос касается функциональной подготовки Касается он Зимней функциональной подготовки Такой, как бег на лыжах Ну, спрашивают-то в основном, конечно Ну, больше новички Потому что те ребята, которые занимаются давно Они уже давным-давно выработали для себя Ту концепцию, по которой Они гоняют свой функционал Кто-то бегает кроссы Кто-то ездит на велосипеде Кто-то стучит на груши по 12 раундов Кто-то еще что-то делает Я лично делаю все Благо, у меня хватает на это все Ну, времени достаточно вполне Вот Ну, и я, конечно, пытаюсь Вот все разнообразить То есть, летом я катаюсь много на велосипеде В межсезонье, особенно, когда там дожди и сыр Я на велосипеде стараюсь не ездить Я больше бегаю Бегаю не на стадионе, как правило Не в парке Вот А зимой вот сейчас вот я катаюсь на лыжах То, что сейчас по дороге слякать Так, это не мешает Живу я возле леса Катаюсь я по парку в лесу То есть, все нормально Вот эти лыжники пошли На МЧС России Видимо, и какой-то сбор Вот Как раз мы подъезжаем К тому лесу, где я постоянно катаюсь Он уже начинается Большой, иногда я Даже иногда катаюсь где-то по 40 километров Вот Один раз даже 60 проехал Вот прошлой зимой было Так вот, в чем заключается вопрос Если Как-то по бегу все еще понятно Почему-то вопросов очень мало возникает у ребят Как будто Сколько побежать Сколько по времени тратить То почему-то, когда дело касается лыж Всегда задают вопрос А сколько нужно кататься на лыжах И вот Дуальная тема, да А что значит Сколько кататься Смотря как Смотря каким сам стилем Смотря по какому снегу Смотря где В каком темпе Поэтому на самом деле Все достигается Лишь и нотопедическим путем Я для себя Лично я для себя Выработал такую концепцию Дело в том, что Я Не профессионал Да В лыжах И поэтому Там особо не занимаюсь Тем, что Лыжи Мазать под каждую погоду Подбирать там Мазь Пюшком Ее Разглаживать Там все это Пропаривать Ничего я этого не делаю На самом деле Лыжи мажу За зиму Четыре раза Там от силы Может быть Вот И то, когда Происходит серьезный Перемен на погоде Потому что Конечно Когда так сыро Как сейчас То к лыжам Будет липнуть И надо конечно Помазать Мазью такой Чтобы просто Не налипало А так у меня Буквально Три мази всего То есть Одна вообще Холодная То есть Там районе Двадцати градусов Одна До десяти градусов И одна Плюсовая То есть От плюс одного До плюс четырех градусов Вот Которые Кстати Сейчас я вот и намажу Скорее всего Приеду Сразу поеду кататься А еду Смотрю Из тренировки Сейчас Вот Так вот Какую Значит Я для себя Поличку выработал Она проста Сначала Нужно сделать Обязательно Какой-то Пробный заезд Кататься Для начала Лучше В одном И том же месте Чтобы Ну Примерно Прикинуть Сколько проезжаете Кругов Вы сколько проезжаете Или если знаете Дистанцию Сколько метров Проезжаете И засечь Время За которое Вы это дело Делаете И вот уже дальше Вы свой прогресс Определяете Тем Насколько вы Быстрее Начинаете Покрывать Ту же самую Дистанцию При тех же Самых условиях Что я говорю Очень сильно Зависит От погоды От того Как у вас Быстро скользят Лыжи Хорошо скользят Лыжи Ну и разумеется У вас будет Совершенствоваться Техника Вы будете Кататься лучше Навык появится И вы будете Покрывать Дистанцию Быстрее Так вот На начальном этапе Я рекомендую Не дистанцию Делать больше А увеличивать темп Увеличивать темп И дистанцию Надо больше Делать только тогда Когда вы Вы сами Напределите На какое Количество минут Вы на 5 километрах Добавить Вернее Станьте меньше Пробегать 5 километров Вы поставите себе Цель Что если вы Пробегали 5 километров То есть какое-то Конкретное время То вам надо Стать пробегать Ну начать пробегать Эту же дистанцию Предположим На минуту быстрее Ну так Относительно Как вы этого Результата добились Ну может вы захотите На 2 минуты Пробегать быстрее Может вы Ну так вы начали кататься Плохо катаетесь На лыжах И поэтому Там увеличить Результат На 3 минуты У вас окажется Это запросто Ну так Катайтесь Где-то не едут Может месяц И на 2 минуты Быстрее будете бегать 5 километров Как ничего делать Может оказаться Такой Вот И только тогда Вы наращиваете Дистанцию И на новой дистанции Вы поступаете Точно так же То есть примерно В таком темпе В котором Пробегаете Вы За лучшее Время Свои 5 километров Вы и пытаетесь Пробежать Уже Предположим 6 километров Или 10 километров Если там У вас какой-то Круг там 5 километров Вы можете Увеличить Сразу В 2 раза Вы поймете Что для вас Нагрузка Окажется Высокой Снизите Немножко Темп И от него Начнете Заткляться И опять То есть Понимаете Не нужно Стремиться К какой-то Привязке Относительно Каких-то Ну нормативов Для разрядников Для мастеров Вся привязка Она базируется Только На самом себе Вы же поднимаете Собственный функционал На самом деле Даже если вы на лыжах Абсолютно плохо катаетесь Вообще никак Но тратите На это катание Кучу То есть Усилий То функционал Ваш нарастает Несмотря на Очень плохую технику Скажу Больше того Если вы научитесь На лыжах Очень хорошо кататься Вам придется кататься Просто немеренно Много Долго Чтобы набрать То же самое Функционал Поэтому в данном случае Ваша хорошая И техника катания И очень хорошо Намазаны Правильные лыжи Они враг За вашей Функциональной подготовки Нагрузки Вы будете Тратить меньше Вы будете За счет Как бы техники Бежать Быстрее Ловче Красивее Техничнее А сил будет Тратить меньше Поэтому функционал Будет нарастать Уже Как бы хуже И рост функционала За 100% Самый лучший Функционал Вообще Нарастает Тогда Когда у вас Получается Какую-то Нагрузку Новую Физическую Вот Аэробного Плана Делать Не очень хорошо Когда вы там Осваиваете Только новый Навок Например Вы никогда На велосипеде Не ездили По пересеченной местности Не знаете Как правильно Скорости Переключать Вовремя Вообще Навыка нет Вы будете Тратить Очень много сил И функционал Будет нарастать По первому Очень быстро А потом Остановится То же самое Касается Кросса Бега Если вы В одном темпе Постоянно бегаете Ничего не меняете По стадиону По ровному У вас Очень скоро Выработается Очень хорошая Техника бега И адаптация Именно для этого Темпа бега Сандыкарни Сердцебиение Частота сердцебиения И вам будет Бежать Очень легко У вас Второй Дыхание Приходить Буквально Через 2 минуты То есть адаптации Полно И вы уже можете Бежать в таком Тепе Я не знаю Катать Приходить в барафон Вот Поэтому На самом деле Я рекомендую Вам Все менять И поэтому Если вы катаетесь Даже на лыжах То Стиль Надо катание Тоже нет И места Тоже нет Предположим Один раз Катаетесь По трассе Вот это уже Когда у вас Хороший навык А другой раз Вы едете По лесу Обязательно Меняйте Классику Ну Хода И Конек Ну Коньковым ходом То есть имеется Вот тогда Нагрузка будет Самая У вас Ну Разная И Функционалка Очень хорошо Нарастает Поэтому Не привязывайтесь Никогда Говорю Ни к чему Ни к каким Самым цифрам Чужим Ничему Только От себя Совершенствуйте Свои рекорды Личные Собственное Время Собственную Дистанцию Собственный Темп Езды Интенсивность А также Меняйте место Потому что Любые Перемены Это всегда Некий Стресс И Некий Шок Шоковая Нагрузка Ну конечно Это уже Громко сказано Шоковая Но другая Чуть-чуть Нагрузка Поэтому В разных Местах Тоже катайтесь Когда у вас Уже появится Хороший навык Когда вы Только нарабатываете Навык Можете кататься В одном И том же месте Даже правильно Чтобы знать Дистанцию Я уже стал кататься Более-менее хорошо Я решаю Эту тему По-другому Я беру Навигатор С собой И я уже Дистанцию Примерю По-навигатору Сколько я пробежал И С темпом Потому что Там можно Трек прописать И будет понятно И дистанция И там Средняя скорость Перемещения Я на лыспеле Часто пользую Это то же самое А на лыжах Тем более И кроме того Вы не потеряйтесь В лесу Хорошо Когда в лесу Лыжня Там хорошо Накатана И вы знаете Трассу А бывает Такое Что И лыж Не так как таковой Нормальной Нет А вы еще Наплутали Наверяли По горам Где-то Все Как бы не потеряться Поэтому навигатор Что-то хорошее Кстати Что касаемо Навигатора Очень рекомендую Вам его держать В какой-то сумочке Но на теле То есть Под курткой Если вы Положите карман Он у вас Быстро замерзнет И мало того Что не будет Показывать экран Ну что Так адекватно Кристаллический То есть Если даже Будет показывать То Очень быстро Сядет батарейка Разрядится И он Будет Нечувствительен К управлению Сенсорным Без сенсорным У вас Вот Все Так что Катайтесь Как можно больше На лыжах Зимой В зиме В русской Я одну Панасею вижу Это зимние Виды спорта Так я зиму не люблю Я летний человек Мне зима не нравится Снега много Надо чистить Потом Когда тает Это грязь Но Зимние Вот такие виды спорта Какие там Горные лыжи Лыжи Коньки Они как-то Помогают Скрасть Это все дело Поэтому Надо Хоть из этого Пользу брать Если другое Это нет Занимайтесь Удачи